Королевскую голубую В середину холста по высоте уходит задник Чуть выше середины Немного красного к нему, к ней к кухре Задник обозначен Висячий характер березовых ветвей Сначала израсходуем ресурс охры Как желтящего цвета Охра желтая Плюс изумрудная К этому замесу Плюс изумрудная Некий такой зеленоватый цвет Мой бил Вот. Даль там отражается совсем мало. У самого берега видно отражение. Добавим отражение вдаль. И потом будет это отражение перерублено поколебленной водой. Солнечные прорывы. Солнечные прорывы. Раз. Немного. Тихие уже немножко. Успокоенное небо. Нет в нем сильного света. Чуть по косой идут тени. И внятно выразилась горизонталь дороги. Возьму мастихин. Возьму красный кадный плюс охра. Немного натопчу. Натопчу листьев густой краской. Вот у них появляется такая взбитость. Опять же пока охра и кадми красный. Там есть листики и посветлее. Но те которые посветлее придут следом. И пусть немножко краска станет. Чтобы мазки более светлые. А в живописи масла мы идем от более темного к более светлому в основном. Чтобы красочка немножко стала. Чтобы мазочки легли как бы по сухому. По такой вязкой краске. Так. И возьму бирюзовенькую с желтой. Подпущу траву. Вот это деревце. За ним деревце. Тут есть разница по высоте. Ага. Вот например здесь лучше было бы понеже. И у меня там все в порядке. Видите? Раз и всё. Хотя бы примерно уже. Уже что-то. Что-то считается. Уже композиционно видно. Что получается. Вот этот ствол который здесь в самом углу. Я рисовать не буду. А березки продолжат свой путь. Вот там. Вот там. Продолжат. Становясь все тоньше и все дальше. Прямо инкрустируем краской. Кроме этого. Как бы получается штрих по горизонтали. Штрих по горизонтали. Создает эффект круглости. Опять черный розовый. Можно немножко теперь с охрой. Чтобы он не был слишком черен. Поддадим. К горизонталик. Ой. Чернотиков. Размер. Их. Архам. Окей. THAT'S. ТВ. И. ТВ. ТВ. главный любитель живописи пришел кошка наша одна из наших кошек так теперь сначала листву дальних деревьев вот этих они немножко зеленят вот таким чиркающим прикосновением это у нас и изумрудная и охра и немножко желтый в общем все что валялось на палитре можно как раз задействовать деревца пока веточку несколько игнорируем потом наведем снова чирк такой чирк чирк нарастает фактура краски и а 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 тоже эффект чвяка можно задействовать ну современный зритель любит фактуру масляной живописи поэтому мы только выгадываем раздавая такие так листвы листвы и 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 Деревца, конечно, вот они в таком ответственном месте. Попробуй здесь сбейся с толку, придется весь кусок переписывать. Поэтому можно не рисовать. Но кто уже потренировался рисовать веточки и уже не очень боится, то, конечно, пусть будет. Много или не много сейчас посмотрим. Фактурными делаю их, чтобы они буквально от земли торчали. Надеюсь, что и у вас тоже получится. Продолжение следует...